Всем привет, я Элли Ди, со мной Кирюха Всем привет Собака Джина тоже тут И сейчас Кирилл будет смотреть скрытые камеры Как здесь шлялась сербская леди И не только, и приспешники тоже Пранк, я понял Давай, я готов Нет, Кирилл, не пранк Вы все писали, чтобы я показала Кириллу эти видео И прямо сейчас я это сделаю Поэтому ставь палец вверх, если ты ждал это видео Я уверена, что ждали А если ты не подписан на канал Элли Ди Кнопка подписаться, у тебя красного цвета Жди на нее прямо сейчас Подписывайся на канал и включай Колокольчик с уведомлениями Давай, пранкуй, я готов Кирилл, ну какой пранкуй? Прежде всего Бери телефон Да подожди Сейчас телефон, сейчас все покажу Ребята, смотрите этот ролик до конца Прежде всего, все мои подписчики В отличие от моего мужа, с которым я прожила много лет Знают, что у меня Жесточайший синяк вот здесь Но даже мои подписчики не знают Что у меня появился новый синяк Серьезно? Да Ну, синяки у меня тоже бывают Вот, а, у меня царапинка, я поцарапался Что ты делаешь? Вот Не, реально, синяк у тебя настоящий Это я понял Но, может, ты ударилась? Есть синяки, когда ты где-то напираешься А есть синяки такие, как будто тебя об лыжник переехал Вот у меня такие синяки, реально Такие синяки, что еще чуть-чуть и надо будет идти к синяктологу Как я уже говорила в одном из видео Ну, короче, к врачу Потому что это ненормально Ты видел, какой кровоподтек? Ты видел, какая опухлость? Это что вообще? Если вот кто-то виноват в твоих синяках То, поверь, я это просто так не оставлю Я таких синяков наделаю Там кто виноват Короче, так Только дай мне сигнал Вот кто виноват, скажи Я тебе не скажу, я тебе покажу Поэтому прямо сейчас Подожди, прежде чем смотреть в скрытые камеры Попытайся мне в двух словах рассказать В чем проблема? Потому что я, сейчас сказать, вообще ничего не понимаю Представь себе такую ситуацию У тебя закрыта дверь на ключ Ночь Ты спишь в комнате питомцев Это странно очень Звучит странно, когда есть кровать в спальне Но ты спишь в комнате питомцев Потому что тебе страшно И ты переживаешь за своих животных И ты ставишь скрытую камеру в другой комнате В гостиной-кухне А потом на утро смотришь А там женщина Большая, высокая, толстая Такая, ну, как сказать Размера XL, как минимум Может быть XXL Ходит у тебя под камерой Долго То есть это не что-то там А реально Она ковыряется у тебя в шкафу в коридоре Она у тебя летает по кухне Нож, нож берет Ходит с ножом А потом у тебя появляется таинственный предмет В квартире Похожий на тоннель, скажем так И оттуда вылазят разные люди В черных плащах В количестве 6 штук Блин, звучит как жесть Я понимаю Но это надо видеть, Кирилл Надо видеть Слушай, ну я понял Ты по списку так прям все перечислила Я уверен, наверное Ты просто поменяла название Поменяла обложки И типа сейчас мне будешь показывать видео Вот смотри Здесь такая-то обложка Здесь такое-то название Я-то тоже на ютубе очень давно Я с тобой эти пранки снимал Если не видели, посмотрите Там как бы мы много снимали Ты про прокладку в учебнике И прокладку снимали И побрила на лосы Меня снимали А как я тебе помнишь Кирилл, это было 6 лет назад А помнишь, я тебе в лак добавил Что там, воду добавил или нет? Какой-то клей, клей Я тебе добавил в лак И у меня стекало Да, очень смешно Очень смешно А что-то еще Что же, туалетной бумагой Я тебя помнишь закидал Эль, пранков очень много было Кирилл, то было смешно А это не смешно Это страшно Окей, страшный пранк Не, на самом деле Вот предыдущий пранк Если вы не видели, посмотрите Я реально напугался Потому что, короче, вначале Какие-то тени по балкону Вы здесь вот ходили Как бы А потом я ушел Потом я ушел Прихожу, Эля залезла под одеяло И меня такая Бууу Я такой, типа, что ты свалился там с одеял По поводу с одеяла Понятно Приведи меня на крытое одеяло Эль, нет времени Давай раскрытая камера Показывай, если что-то Руки на балконе Это была не я, Кирилл Ты в телеграмме обновила все обложки Подожди, а можно в телеграмме Изменять обложку постфактум? Кирилл, какие обложки? Ну я понял, текст ты писала, наверное, ну это пранк, правильно? Вот, выше смотри, момент, когда ты как раз был, вот смотри, момент, когда ты был в море и у тебя не было связи, я здесь в телеграм-канале транслировала, прям кружочки снимала в прямом эфире, как я ночую в комнате питомцев и так далее. И подписчики моего телеграм-канала, они знали, что происходит. Если у тебя был интернет, ты бы тоже знал, Кирилл. Кстати, если вы тоже хотите быть в курсе всего и быть в курсе всего одним из первых, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании под видео. И вдруг, если ютуб заблокирует, мы будем с вами на связи там. У меня, кстати, тоже есть телеграм, на него тоже подпишитесь. Только я одного не понимаю, функции нет, поменять обложку, постфакт. Ничего меняла, ничего не меняла, это не пранк, потому что, Кирилл. Ну хватит уже, я один раз тебя пранканула, когда лежала под пледом, потом я тебя больше не пранковала, ни тут, ни после. Давай ты посмотришь видео с первой серии, ты убедишься. А там много видео. Да. Чтобы понять всю историю, надо смотреть видео про сербскую леди с самого начала. Нужно найти самое первое видео, оно называется «Я нашла номер сербской леди, страшная переписка». А в дальнейшем уже смотреть на обложку видео я проставляла специально циферки на обложке, чтобы не путать, так сказать, последовательность этих видео, чтобы понимать, что происходит вообще, чтобы это не казалось чем-то странным. Если вы посмотрите от первого видео до самого конца, вы поймете, что это реально очень серьезно. И вот оно, первое видео, оно вышло, ну тут показывают месяц назад, но мне кажется, это уже полтора, наверное, месяца назад получается. Я нашла номер сербской леди, смотри, Кирилл. В твое отсутствие я публиковала видео. Подожди, подожди, вот у меня сразу первая мысль такая, что, наверное, я ли все-таки поменяла обложки, что-то и поменял название. То есть ты думаешь, что это мои старые какие-то видео или что? Месяц назад, те же пишут. Я не знаю, я не знаю, ну месяц назад, но поменяла просто у старых видео обложки и название. Может кто-то есть тоже, кто не смотрел эти все видео, напишите в комментариях, кто первый раз смотрит сейчас месяц со мной. Ты знаешь, что такое сербская леди? Слышал? Да, я слышал, что такое сербская леди, это женщина, которая танцует ночью под фонарем. Откуда ты это слышал? Ну, я просто слышал, видел там, но это я думал, кто-то на улице просто взял, станцевал, подругу свою снял и все, это просто прикол типа. А теперь представь, ты знаешь, да, вот ты создавал бот не мистический, ну, в начале лета Кирилл создал мистический бот. А теперь представь, что приходит туда сообщение от моей подписчицы, которая говорит о том, что они с подругой сняли эту сербскую леди, будучи в Сербии. Она с родителями поехала туда отдыхать, они сняли эту сербскую леди на камеру, и с тех пор она ее преследует, появляется на балконе, потом вообще и самый финал. Давай я посмотрю уже, а то я уже коротко рассказала о том, что женщина-соседка там приходила, и ты забыла закрыть дверь на ключ, я все это слышал. И пряталась в комнате питомца, и ее. Давай я посмотрю первую серию. Давай. После этого у нее стали происходить очень странные и страшные вещи. Ту самую женщину, которую все называют сербская леди. Короче, женщина в юбке и каких-то сапогах, вытянув руки. Ну как бы если человек с этим связан, то она должна как-то на это отреагировать. Если что, извинюсь. И она ответила? Ну, да. А может быть это подруга вот эта как раз самая была? Нет. Первое видео, да, интересное как бы получилось. А что было дальше? Давай я сразу посмотрю вторую серию. Она разблокирована. Ну, нифига, у нее реально стрёмная аватарка. Вот это, да, я понимаю. Это психологический прием, просто она так напугала и все. Аватарка это не самая страшная еще. Заблокировать сербскую. Заблокировать. А она потом была все время разблокирована. Все заблокировала. Таким образом. Сейчас пойдем тем, покажу те самые следы, которые... Да, да, я помню. Это просто, ну, грязные пятна. Они как два пятна, раз и два... Типа ногами, что ли, она? Да, ерзала. Реально ставили скрытые камеры, вы знаете, у меня тоже... Да, и ты реально ставила скрытые камеры? Да, и не один раз. Ну, и там, наверное, ну, ты дом закрывала в этот момент? Да, да, ты все увидишь, что ли? И это что, сняла скрытая камера, да? Да. Это смотрел в кино? Первый раз. Нет, это на утро уже смотрел. Смотрите. Видишь тень на балконе? Смотри. Ты серьезно? И слушай звуки. Боже. Господи. Это реально... В том самом месте, где до этого были следы. Как ты говоришь, просто пятна грязи. Шапка не ботин, посмотри. Ты просто дикий. Боже. Слушай, она не знает, что сказать. Это похоже, конечно, на женщину. Что это? Это вот эти что? У нас же они снутри открываются. Они снутри открываются, да, Кирилл? Боже, боже, боже. Сами открываются. Вот как... Вот как эти жалюзи поднялись. Открывается дверь. Посмотрите, теперь открывается дверь. Открывается дверь, ребят. Ну, ты ее сняла, ты могла просто бы... Первую ночь она не появилась. Она потом... Сейчас, открывай дверь. Сейчас. Здесь она как будто бы невидимая, понимаешь? Наутро ты так обнаружила? Да. А что с шариком? Что это за звук? Слышно было? Вы слышали что? Слушай, я не понимаю, что с шариком. Посмотри на него. Он вообще бесился, понимаешь? Ветер. Гулял ветер, Кирилл. Жесть, а ты мне тогда писала как раз. Я думал, ты просто навернулся, и синяк всем был. Слушай, я помню, это ведро, мы когда еще с тобой снимали первую страшную ночь в комнате питомцев, оно упало. Да, это оно. Оно нас напугало. И оно опять упало. Опять упало. И не один раз за все эти дни. Ты... Что это было? Ребят, я пересмотрела. Блик какой-то. Прямо вообще реально похоже на женщину, которая побежала и как дала по ведру, и ведро. Да, именно так. И это на питомцах прямо в этот же момент. Да, я в этот момент, я была в комнате питомцев, ночевала, и там снимала видео на Элли Ди Пэтс, да. И можно посмотреть еще на питомцах. Есть на канале Элли Ди Пэтс, да. Если вы не видели, ссылка в описании под видео. И она ходила на кухню. Блестит нож прямо? Да. Да это же опасно находиться здесь, Эль. Такой большой. Ты чего? Открывала тумбочку. Почему ты продолжала оставаться здесь? Это опасно. Ножи надо все убрать. Острые предметы в такой ситуации надо было все спрятать. На некоторые ночи я прятала предметы. Ну я же не могу, я же пользуюсь ими в течение дня, Кирилл. Возвращала, один раз забыла, блин. Окей, ладно, а вообще она ж старая, она порезаться может. Тяжело. Какая-то она вырвала у тебя просто эту доску и бросила. Вот смотри, они начинают заходить один за другим. Ребята, это что? Серьезно, реально похоже на приспешника. С палкой? Это как приспешники в Иране. Помните в доме призраки? В доме призрак 2. Человек вообще приспеш, да, только их там было максимум 2. Но мы называем их приспешниками. А тут было 6. В нашей квартире здесь, когда меня не было? Да. Что за походняк? И все разные, обратите внимание. И что они там делали вон там за кадром? Один был еще с руками вместо рук. И ты потом снимала, что они делали? Ну, камера не захватила вот это место, где они были здесь. Пятый! Реально, пятый пришел. Или отсюда уходить надо? Идем. Всех животных возьмем. Комнату питомцев? Да. Там нормально хотя бы? Я спала там все эти дни. Так вот почему ты со светом все время. Он прямо к тебе долбился туда, в комнату питомцев. Да, с крюками смотри. И что бы нам было с этими коробками? Там были следы... Ты сняла, да, что нам было с коробками? Да, там были проколы в коробках. Боже, Елечка. И они куда-то ползут? Зачем они ползают? Это что-то там дальше будет связано с тем, что они ползали? Да. Сразу мне скажите. Там был тоннель. Какой тоннель? Длинный, уходящий в никуда просто. И туда сбегала Джина. Это следующее видео? А что это с видео? Что такое? Почему моргает? Что это такое? Это ты специально сделала? Нет. Почему моргает так? Я не знаю. Нет, конечно. 15-е видео там, где Эля мне писала. Что это моргает? Теперь видишь со стороны, как это выглядит. Елечка. Ну, это не так. Я не это имел в виду. Ну, ты же знаешь, что я имел в виду. Прости, что так получилось, Селя. Прости. Я не хотел, чтобы так получилось. Я хотел тебе объяснить. Просто я так был занят. У меня ребенок постоянно дергал. Эля, ну, папа, поиграй, папа, поиграй, папа, книжку почитай. Прости, что так получилось. Я просто не так выразился. Ребят, я писал короткими сообщениями. Реально, ребенок, я просил поиграть с ним. Нашла портал в моем доме. Скрытая камера. Как тебе заголовок? Стремно. Слушай, реально портал, прямо через который лазают приспешники? Да. Жесть, тоннель прямо под столом. Это тоннель, да, был как раз вот этот в коробках? Да. А как он устроен? Ты разобралась вообще? То есть, что там? Там предметы множились. Все, что туда попадало, кроме Джина. Джина пропадала, но она не размножила. А как сам тоннель был устроен? Это разобралось? Уходящих никуда. Кажется, как будто там какое-то зеркало, что ли? Да, да. А почему такое длинное? Ну все пропадало там напрочь, понимаешь? Все, что туда заснулось, оно пропадало, прям как засасывало, как в пылесос, блин, понимаешь? Серьезно? Да. И это прямо дома? Прямо вот здесь. И как я это пропустил? Под компьютерным столом. А больше этого не было? Потом исчезло. Следующих скрытых камер. Слушай, ну вот прямо я четко вижу, что там зеркало, как будто через 2-3 метра. Да, как бы, но смотришь сквозь это зеркало, как бы вскользь, и там дальше оно продолжается. А вы чтобы понимали, у нас вот этот вот стол, он 30 сантиметров, на котором он стоит, и дальше окно. О, они так к тебе припирались? Да. Вылазили оттуда. Сербская леди потом приперлась оттуда. Прямо вылазила. Я камеру вот здесь ставила, она все засняла. Реально, мячики какие-то теннисные. Много. И ты их все сохранила? Да. По стене тень. Десятки. Чига себе. Десятки. Там что-то есть. Абсолютно одинаково. Там кто-то вылазит. Смотрите, посмотрите, какая болезнь тень, кто-то вылазит. Джин, ты че? А что с Джиной, кстати? Она побывала на этом тоннеле, после этого стала страной. Реально, слушай, она оттуда вылезла. Посмотри, как будто... Что это? Как, знаешь, как тень, и она... Это сербская леди. Нифига себе. Это сербская леди. Просто какая-то жизнь. Она берет яблоко. Да? Она берет из вас. То, которое ты вкуснул тогда. То самое яблоко, которое я вкусил. Это вроде плевался потом, да. Ах, я думал, что она такая горькая пушит. Хорошо, что ты выплюнул. Я кусал. Знаешь, что у тебя выросли... Она его укусила. Я слышала хруст, я слышала поручи. Это точно ты его не выбросила. Почему ты его не выбросила? Почему просто ты не выбросила это яблоко? Блин, я хотела снять это видео. Забыла выбросить. И ты приехала, и сразу яблоко купила. И она так стояла. Что она делает? Она смотрится. И потом что? Нет, она пошла. Она пошла, тихо. И ты в этот момент всю ночь не спала? Да, я была в комнате питомцев. И следила. И прямо при тебе это происходило? Это прямо при мне было, да. Это очень опасно. Я знаю. Но я бы сняла все, если бы что-то со мной произошло. Она с ножом, ты понимаешь? Тихо. Просто... Она сюда подходит, ребята. Она просто бежает. Даже не стоит оказывать сопротивление в таком случае. С головой нет порядка. Она сейчас прямо здесь, под этими коробками. Если что-то произойдет. Она прямо в проемы подходила комнату питомцев. Но не зашла внутрь, да? Нет. И она залезла обратно, да? Да. И ушла через тоннель. Ребята, это очень не похоже на жену. Жена очень странно себя ведет. Она вообще все это время очень странно себя ведет. Жесть. То есть, Мила, она реально стала призраком. Ну, она умерла, да. И у тебя сейчас есть возможность общаться с призраком. Так что ты ее другие вопросы не задаешь. Например, вот, да, правильно, хороший вопрос. Вот попросила бы фото прислать. А, ты... Да, я это и сделала. И она прислала фото. Да. А как она сфоткала? Ну, видишь, видео называется «Лечо сербской леди». Это прямо фотография или это... Как я поняла, это портрет, который у них висел в секте. Нихрена себе! Это портрет, нарисованный портрет. Вы видели лицо ее? Это просто мертвяк. Понимаешь, мертвяк, трупец. Блин, она прямо смотрит на меня, блин, с этой фотографии. Ангел, вы посмотрите, это ангел, ребят. Она думает, что она ангел. Она? Слушай, ну тут однозначно надо смело продолжать разговоры. Ребят, напишите свое мнение, как вы думаете, что надо написать Миле, какую информацию надо от нее получить. Конкретные вопросы, ребята, прямо конкретные. Напишите, пожалуйста. На Эли Ди Онлайн обсудим это, ладно? Подожди, подожди. На канале Эли Ди Онлайн я обязательно почитаю. Эль, я хочу опять пересмотреть все эти скрытые камеры. План такой. Надо сейчас сделать какую-то ловушку и обязательно поставить скрытые камеры, потому что... Ловушку? Да, ловушку. Ты хочешь поймать сердцкую леди? Ну, чтобы она оставила какие-то следы, понимаешь? Не важно, хоть как, да попалось, что ты там сделала. Я думаю, надо использовать для этого, наверное, ведро, которое оно постоянно бьет ногой. Прямо сейчас надо поставить скрытые камеры и это. Да. И при этом мы не можем говорить, где в Телеграме. Давай намекнем, если вам интересно. Да, в Телеграм-канале намекну. Намекну только, ребят. Но это очень необычно. Ссылка на Телеграм-канал в описании под видео. Но это все очень необычное явление. Как бы скрытые камеры я прямо сейчас буду еще раз пересматривать. И вам советую, если вы не смотрели или что-то пропустили, пересмотрите еще раз. Короче, мы теперь будем ловить эту сердцкую леди. Посмотрим, что из этого выйдет. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока.